здравствуйте и рад приветствовать вас на курсе html 5 css 3 тема урока веб-фонст и стиле для текста на этом уроке мы рассматриваем как можно использовать нестандартные шрифты своих в приложениях разбираем как с помощью css 3 свойств можно добавить тень для текста и сделать интересное оформление текстовому содержимому рассматриваем как работает компоновка на основе колонок и завершение урока рассмотрим css сгенерированный контент и уверен что многие из вас сталкивались с проблемой использования нестандартных шрифтов в приложениях когда вы разрабатываете страницу и применяете на этой странице особый шрифт этот шрифт используется локально с машины на которой вы запускаете браузер то есть если вы запускаете страницу себя браузер берет шрифт который установлен в операционной системе когда вы эту страницу загружаете на другом компьютере то в случае отсутствия этого специального шрифта который был установлен на машине разработчика браузер начинает использовать свой стандартный шрифт по умолчанию и получается что на страницу разработчика страница отображалась красиво потому что на у разработчика были доступны и специальные шрифты у конечного пользователя страница будет отображаться совсем по-другому шрифты будут отсутствовать поэтому браузер заменит их на свои дефолтные шрифты до появления css 3 для решения такой проблемы использовались изображения если нам нужно было вывести красивый текст мы брали шрифт который нам фотошопе допустим отсоздавали картинку брали интересующий наш шрифт который установлен локально на картинке выводили нужную нам фразу и эту фразу уже в виде png или jpeg файла добавляли на сайт добавляли в необходимую позицию с появлением css 3 с появлением web fonts мы можем определить специальное правило которое вы видите сейчас на втором слайде правило указывающее что в случае использования шрифта с font family henrik будет использоваться файл который доступен в нашем приложении по адресу henrik ttf то есть если у нас где-нибудь ниже в css правилах будет определено что параграфы должны использовать шрифт henrik браузер скачает по адресу henrik ttf контент этот контент будет использовать для определения шрифтов для определения текстового содержимого веб шрифты используются поддерживаются всеми современными браузерами вы видите что 82 процента браузеров полностью поддерживает в фонд ну и с частичным с учетом частичной поддержки 92 процентов браузеров смогут использовать веб шрифты в приложениях давайте теперь посмотрим несколько примеров использования веб шрифтов в первом примере мы видим что создаются правило font face который указывает если где-то в текущем документе мы начнем использовать font family henrik то в таком случае браузер должен будет загрузить со стороны сервера два файла то есть один из файлов либо файл ttf либо файл и от если браузер современный то он загрузит файл с расширением ttf если браузер старая версия интернет-эксплорера 7 или более версии более ранее то в таком случае будет использован шрифт с расширением и от вы видите что оба этих файла находятся у нас в папке font то есть недоступны точно так же как html документы текущего проекта на строке 14 мы видим что selector div в правиле с селектором div у нас определено использование шрифта henrik получается что данный div на странице он будет отображаться не стандартным шрифтом по умолчанию отображаться шрифтом который будет доступен вот из этого файла из файла с расширением ttf давайте загрузим и проверим вот мы видим что первая строка она у нас выведена особым шрифтом остальной текст выведен шрифтом по умолчанию следующем примере показано как мы можем указать несколько шрифтом шрифтов для различных различных стилей шрифта вы знаете что у нас есть возможность вывести стиль с обычным начертанием стиль а курсивом стиль с различной жирностью то есть полужирный либо с большим весом когда шрифт имеет более жирные очертания мы сейчас видим в примере что определяется два фон фейса первый фон фейс для фон фэм или хендрик и в src указываются те же самые те же самые файлы что и в предыдущем примере а следующее правило фон фейс для шрифта хендрик но для фон стайл и телек то есть если где-то на странице мы будем использовать шрифт хендрик с курсивом то в таком случае будут уже подгружаться другие ttf файлы которые будут и определять сам шрифт мы видим что в данном документе есть только правило для параграфов про параграфы должны выводить стилем шрифтом хендрик но в разметке текущего документа есть несколько вот элементов которые отображаются курсивом получается что все параграфы отображаются шрифтом хендрик но вот данные вставки которые курсивом они будут отражаться шрифтом хендрик и телек если мы загрузим пример мы в этом убедимся вот видите вставки которые отрисованы курсивом